Мы люди наделены способностью анализировать. Это замечательно, потому что тогда мы можем давать оценку своим словам, поступкам той ситуации, в которой мы оказались. А ситуация сегодня очень непростая. Каждый день мы слышим эти страшные новости о многих смертях, о заболеваемости. Многие сегодня говорят, что данная ситуация – это перезагрузка экономики. Но давайте сегодня мы подумаем о перезагрузке отношений, как мы сегодня относимся к тем людям, которые живут рядом с нами. Я вспоминаю свою службу в армии. Служил я в парашютно-десантном полку, и однажды к нам приехало высокое военное начальство, построили нас на плацу, и командир дивизии обратился со словами. Он попросил нас, не приказал, попросил сделать шаг вперед всем тем, кто готов исполнить интернациональный долг. И весь полк сделал этот шаг. Я помню эти три дня, когда мы находились в полной боевой готовности на казарменном положении. Никто не ссорился друг с другом, все очень корректно относились друг к другу, не было никакого давления, которое, безусловно, проявляется, наверное, в отношениях. Офицеры себя вели очень мягко и уважительно по отношению к своим подчиненным. Ведь тогда все понимали, если через два часа мы получим приказ о вылете в Афганистан, то многие, наверное, из нас не вернутся домой. Сегодня, наверное, нам бы действительно хотелось говорить о перезагрузке отношений, о том, как мы относимся к нашим друзьям, знакомым, близким, в семье, в церкви, на работе. Мы удивительные люди. Жизнь настолько коротка и настолько цена. Это удивительный дар Божий. А мы пытаемся хвататься за свои должности, портфели и часто забываем о том, что жизнь моментально проходит, а все мы очень ранимые люди. Сегодня Господь призывает нас к тому, чтобы мы могли проявлять доброту, сострадание, уважение, чтобы мы освободились от тех слов, которые мы произносим, очень резкие слова, чтобы мы не пробегали мимо тех людей, которых мы видим, делая вид, что мы их не замечаем. Интересно, Господь дает повеление. Он говорит, любите тех, которые являются, ну, не врагами, а, может быть, не друзьями нашими. Благословляйте тех, которые проклинают вас, молитесь за тех, которые обижают вас. Это не просто приглашение. Я думаю, это требование, это, наверное, может быть даже приказ. И поэтому нам необходимо помнить о том, что действительно жизнь хрупкая, неповторимая. Мы не можем здесь на земле прожить две или три жизни, поэтому давайте сегодня мы начнем просто уважать других людей, замечать их боль, помогать людям. Сегодня все нуждаются в теплоте, в сострадании, в любви. Господь сказал, если вы будете любить друг друга, тогда мир узнает, что Бог есть. Желаю вам всего доброго. Давайте, может быть, прямо сегодня начнем творить добро. Будьте благословены, мира и добра вам, дорогие.